Двухуровневые площадки для катания на велосипеде и цветочные сады за окном. Все это хотят видеть маленькие первоуральцы во дворах детских садов и школ. Свои идеи и фантазии, которые вполне могут стать реальностью, они высказали в рамках конкурса по благоустройству территорий «Школьный двор». Мы планируем именно здесь создать игровую площадку, которая будет расположена на втором уровне, потому что вот здесь нам территория не позволяет это сделать. Здесь очень серьезный уклон. Кататься на велосипеде на высоте трех метров не мечта, а вполне осуществимая идея, уверяют в этом детском саду. Для этого надо построить двухуровневую игровую площадку, огороженную оргстеклом. Похоже, есть в московском парке «Заряди», который считают территорию будущего. Хотя у воспитанников детского сада желания вполне настоящие. Они хотят картинг, они хотят большую дорогу, по которой будут ездить большие машинки, ну вот электрические. Они говорят о том, что они бы, например, хотели экскаватор, который будет копать песок. Они хотят разные домики, в которых можно будет играть. Целый месяц дети совместно со воспитателями и родителями придумывали, как изменить территорию детского сада. Ребята стали участниками конкурса «Школьный двор». В нем может принять участие любое учебное заведение города. Уже подано более 15 заявок. Среди них школа номер 20. Нам хочется, чтобы «Школьный двор» стал местом отдыха, в общении школьников. На проект «Место отдыха подростковой мечты» ушло три недели. За это время ученики написали сочинение о том, каким хотят видеть школьный двор и приступили к визуализации своих идей. Детям не хватает корта, трибун и цветочного сада со скамейками. Бывает, что дети на великах доезжают до школы, и надо, чтобы специальная была такая, как стояночка для великов. Вот мне кажется, это будет хорошо. Больше половины школьников хотят, чтобы преобразился и стадион. На нем не только проходят школьные уроки физкультуры, но и занимаются дети из дворового клуба. У нас на спортивной площадке нет газонной травы. Дети в своем проекте и написали, что им хотелось бы, чтобы поле было засеяно газонной травой, для того, чтобы им было удобнее заниматься спортом. Проведение конкурса «Школьный двор» поддерживает общественное движение «Город первых». По их мнению, при создании проектов необходимо думать не только о функциональном наполнении территории, но и о природе. Мы готовы представить некое свое экспертное мнение на введении на площадки, на дворовую территорию, всеобъемлющую помощь и, возможно, какими-то ресурсами сможем помочь, если к нам будут обращаться. Итоги конкурса «Школьный двор» подведут в середине декабря. Самый лучший проект организаторы обещают реализовать. Работы по благоустройству школьных дворов принимаются до 7 декабря по адресу улица Советская, 9А. Дарья Шумович, Денис Хромцов, Новости, Первоуральск.